друзья мои дорогие всем привет сегодня снова речь у нас с вами про психопатов и нарциссов все мы с вами уже неоднократно обсуждали их стандартный цикл идеализация обесценивание утилизация но есть ведь много разных других фишечек каких-то дополнительных этапов там каких-то проявлений которые в большинстве отношений с такими людьми или после этих отношений уже когда отношения завершены вот эти все фишки которые каким-то образом проявляются вот сегодня я вам вот про какой интересный этап хочу сказать называется он генеральная уборка конечно же речь не про то что нарцисс ваш или нарцисс очка ваша такая вот замечательной чистюлей после отношений с вами там ментальную и физическую уборку делает конечно нет речь здесь про другое и уборка это направлено на отношения с теми кто снаружи на отношении с очень разными пластами аудитории а вот что здесь важно то есть генеральная уборка она уже бывает после того как утилизация состоялась вот так как утилизация состоялась может и пляска на костях и генеральная уборка и кстати далеко не всегда а скажем так четко идет одно за другим сначала генеральный уборок потом пляска на костях а вот по-разному а вот смотря как вы его или ее задели смотря чем у вас там все закончилась. Кстати, термин этот генеральная уборка я беру у Тани Танк, думаю, там многие из вас читали эту книгу, очень так действительно полезно, особенно кто вот только погружается в эту тему, то есть я вот у нее этот термин встречал, может быть кто-то еще его использует. Итак, давайте поговорим, что значит это генеральная уборка. Ваш нарцисс, ну и кстати у психопатов тоже эта тема есть, подчищает перышки, отряхивается от всего того, что причем сам же натворил в этих отношениях, что сам же наделал. Цель вот этой вот генеральной уборки пока бывший партнер еще не пришел в себя и не восстановился, вот пользуясь вот этим периодом нересурсности человека, какой-то растерянности, подавленности, пока человек в порядок приводит разные дела и прочее, этот человек пытается, ну тут нарцисс или психопат, максимально себя обелить, а соответственно бывшего партнера очернить. Старается свой образ, свой статус там подрихтовать, подчистить, да, каким-то образом там привести в порядок, чтобы уже идти по привычным схемам, продолжать пинговать свои гаремы, ну в общем-то жить той жизнью, которой привык, кто к чему привык, знаете ли, да, у кого-то пробежка с утра, а у кого-то пробежка, но по гарему, ну хотя да, одну другого не исключает. Вот, да, что у нас входит вот в эти вот клининговые мероприятия нарцисса на данном этапе. Первое, ну восстановление репутации как таковое, чтобы в глазах своей аудитории выглядеть правильным, успешным и просто идеальным. То есть, либо уже культивируется образ новых, счастливых, перспективных отношений, если ваш бывший нарцисс или психопат уже переключился на основной ресурс и не стесняется позиционировать, заявлять этот основной ресурс как основной ресурс, либо создается образ такого загадочного, очень ценного, очень перспективного, естественно, святого жениха или невесты. То есть, прям вот тщательно транслируется все по тем каналам, которые человеку доступны. Если там какие-то прошлые отношения с вами могут бросить тень на этот образ, ну как-то нехорошо, например, там, да, с ребенком этот ваш нарцисс, или психопат поступил, да, там денег не дает, что-то еще, либо вы писали заявление в полицию на этого человека, либо еще какие-то там, да, вещи могли произойти, то, естественно, проводится операция по зачистке, чтобы никаким образом, ну вот, не касалось, да, вашего нарцисса или вашего психопата все это. То есть, все, он или она чистенький, а вы, хоть, может, вы там буквально вчера расстались, уже все в ранге каких-то там странных, неадекватных, бывших из прошлого. Что еще? Какие мероприятия проводятся в ходе этого клининга? Обработка ваших общих знакомых, то есть, им транслируется та версия расставания, которая удобна психопату или нарциссу, им транслируются там, естественно, какие-то там описания вашей там неадекватности, вашей корыстности, ну там и всего на свете. То есть, тут принцип какой срабатывает? Кто первый наябедничал, тот и прав. То есть, нарцисс или психопат, пока вы приходите в себя там каким-то образом, да, вообще на мир, начинаете открытыми глазами наконец-то смотреть, он уже всех обижал, всем все, что надо там рассказал, передал и прочее, и прочее. Что еще? Ну, это шлифовка своего образа как такового, то есть, к образу добавляются какие-то новые штрихи, которые сделают его или ее еще более заманчивым вариантом для неведущих, наивных, жаждущих большой и чистой любви, при этом обладающих достаточными ресурсами. То есть, там будут какие-то новые штрихи к образу. То есть, раз вдруг себе нарцисс там придумает конный спорт, хотя раз в жизни там коняшку эту видел, да, и то морковкой в зоопарке кормил, да, или раз вдруг там она будет говорить, что она вообще просто гуру эзотерики, хотя там по факту, да, какая-нибудь прочитанная книжка, не знаю, там в мягком переплете, там что-то типа там, да, нумерология для чайников или там краткий конспект, да, когда, не знаю, какого-нибудь учения там, да, на базе буддизма. Ну, то есть, что-то такое очень вот примитивненькое, но это будет возведено в ранг черты, в ранг такого некого штриха. И то есть, реально будут те, кто будут на это вестись. То есть, как нарцисс, психопат, уже все транслирует это вовне. Что еще? Создание вашего образа над этим тоже тщательно поработает, вы не забывайте. То есть, вам обязательно там диагнозов наставят, вам обязательно какую-то категорию присвоят. То есть, все-все это будет. Вот. То есть, не переживайте, естественно, белым, светлым, пушистым вы не будете выглядеть. То есть, там для вас обязательно слова найдутся. К сожалению, это люди такие, которые могут не то что даже приукрашивать, они реально могут врать, они могут сочинять на пустом месте. То есть, такое, ну, тоже может быть. Что еще? Ну, это некий подбор аргументации и подтасовка фактом таким образом, чтобы вы остались во всем виноватым. То есть, там так все будет изворачиваться, там так все будет выкручиваться, что вы бросили там, да, к примеру, этого человека. Или вы себя непорядочно ввели, изменяли, или вы там что-то денег требовали. Ну, то есть, не важно, но все будет выкручено именно таким образом, чтобы вы остались во всем виноватым. Что еще? Подтягивание основной гаремный свит. То есть, все, ваш нарцисс и психопат от вас уже освободился, то есть, никаким образом вы не отсвечиваете. Поэтому гаремы будут, да, подтягиваться в открытую, и, да, будут разные пинги, будут разные какие-то новые легенды для них. То есть, все, все это будет охватываться. Что еще? Конечно же, будут боевые учения летучих обезьян. То есть, практически у каждого нарциссы и психопата есть свои летучие обезьяны. Люди, которые верят, которых просто очень эмоционально каким-то образом накрутить, раздергать. Это люди, которые радостно побегут исполнять волю вот этого человека. То есть, для них придумаются какие-то новые, да, мотивы, какие-то новые, там, крючочки. В общем-то, они, да, если надо, они, эти люди могут вам начать писать, вас могут начать обвинять. Если нарцисс или психопат, ну, там, посчитают нужным, вот таким образом на вас воздействует. То есть, спокойно относитесь к этой генеральной уборке. Там, где уже именно аспекты, да, юридических, там, каких-то вопросов, аспекты открытого вреда репутации, защищайтесь по закону, защищайтесь доступными средствами. Что касается каких-то общих знакомых и прочее, ну, те, кто действительно ваши, те, кто вам верят, там, кто хотят быть с вами, но они вам поверят, и они будут с вами. Те, кто от вас вот так легко отвернулись, скажем так, да, натасканные каким-то образом нарциссом или психопатом, ну, а зачем вам тогда такие люди в вашем ближайшем окружении, если они вам не верят, они настолько зомбированы нарциссом или психопатом. Это и для вас тоже очень такой весомый показатель. Вот эта генеральная уборка, ее тоже надо пережить, надо к ней всерьез не относиться. Пусть уже идет в свое светлое будущее, строит каким-то образом, там, да, свой новый, скажем так, образ. Вас это просто уже не касается. Такой этап может быть, да, и к нему, ну, не стоит относиться там как-то очень серьезно и видеть в этом какой-то новый виток ваших отношений. Скорее, генеральная уборка – это отношение нарцисса с самим собой и с тем, как он видит свою целевую аудиторию. Друзья мои, если вам будет нужна моя помощь как психолога, пожалуйста, записывайтесь ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты внизу под видео. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!